так шесть лет до кризиса 300 вроде как начнется кризис средней игры середины вообще говорят не кризис события середины игры но мне прикольно и кризисом это называть так добыча сплавов у нас приличная теперь о экстра перфекцион питомец своими поразительными научными открытиями заметно ускоряет проведение исследовательских работ научное сообщество теперь увлеченная бурными дискуссиями по поводу этих открытий единодушно признает что экстра перфекцион питомец настоящий интеллектуальный авторитет темп исследований классно так хочу какой у него там уровень так ветеранская черта увертливость конечно надо брать чтобы он это выращивался если что вдруг произойдет так изучили систему застраиваем сразу надо по верфям пройтись так тоже кто-то что-то изучил так тоже строителя надо сюда так а строители свободных нет ладно освободятся на правил армоника не обнаруживают псионический потенциал да ну согласно отчетам просочившимся из правительства армониканского звездного содружества в отдельных представителей расы армоникан стали проявляться скрытые пси таланты должно быть это началось достаточно недавно так как у нас в архивах нет упоминания о том чтобы армоника никогда-либо проявляли псионические способности согласно тем же отчетом этим этими талантами пока владеет лишь весьма незначительная часть индивидов среди всей расы армоникан ученые армониканского звездного содружества пока не нашли этому объяснение рост торговли между измерениями реп из зеркального измерения сообщает что их экономика на подъеме отмечено что этому способствует наша торговля через портал а также недавние победы над варп тварями повышает блага наверное торговлю который производит исследователи пространственного портала колония 2 это у нас отлично так давай-ка верфи найдем по всем можно пройтись у нас это у нас где так улучшение пока поставим здесь чё ну давай защиту будем ставить так для ресурсов бункер поставим здесь у нас будет чисто защитная так это у нас где рубрикатор верфи гидропонные бункеры так что еще воткнуть так что нибудь интересное титаны колоссы кстати говоря надо где-то собрать колосс сит на и узел что построить то акцент тор так что у нас усилитель счета дает что по выработке редкие кристаллы кстати надо надо где-то начать вырабатывать или указ какой-нибудь отменить там так по газом у нас есть выработка давай поставим принципе усилитель и компьютер оборонной сети так пушку одну штуку и платформа все застроили так улучшаем до цитадели так здесь тоже достроим верфи так здесь у нас реликтовый мир цитадель ставим к чё это пункт вербовки интересно рак корон уже в очереди так колония 1 уже цитадель так бастион чё у нас побольше защиты дает да ну давай построим два бастиона и отражение бурь станция слежения разберем так бункеры поставим и давай верфь титанов так здесь у нас колония 2 тоже бункеры залепим и верфь титанов так там чё у нас два бастиона тоже два бастиона поставим так это у нас чё платформа так пушка немножко защиты так здесь по защите у нас пушка так а здесь маяк покрова надо где-то джиггернауты собирать может быть здесь сборочная верфь колоссов сборка космических кораблей класса колосс выполняется не в традиционных сухих доках для неё используются многочисленные высокоподвижные независимые строительные платформы пушка здесь собирается так и по обороне отлично так по планетам можно пройтись ну тут все отлично так физика энергокредиты берем пока так колония 1 улучшаем что у нас там так что-то какой-то приказ отменен у флотилий сейчас посмотрим где там новострой что с ним случилось а кое-кто построил тут эту что ли а подожди что-то я не понял нет вот наше это кому отменен то а и 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 так увеличение силы оружия скорострельного силу урон от корабельных орудий 20 процентов лично надо сюда быстрее застраиваться так по артефактам они говорят что-то надо использовать теперь так эти артефакты могут быть использованы в качестве основы для грандиозного строения которое не уступит тем что могли создать угасшая могла создать угасшая империя теперь на одной из наших планет можно построить и улучшить сооружение небесный купол наркотики давай урон броне нажмем так следование звездного разлома началось отлично пусть копает безн обнаруживают психический потенциал согласно отчетам просто ну-ка короче понятно вот это бездна то же всего ники пока тут чё на каникулах так зачем они вообще мне присылают это уведомление и драгантьюа так быстренько форпосты строить надо кто наблюдает за наблюдающим построив наблюдательный форпост на орбите соу x10 чтобы изучить ее обитателей мы столкнулись с неожиданным выводом на самом деле это хабинты изучают нас они прекрасно сведомлены о существовании разумной жизни и быстро заметили присутствие наших ученых и их аппаратуры должно быть объединенные планеты хабинтов знают о нас из-за нашей предыдущей деятельности в этой системе теперь нет смысла скрываться так а что у них эголитаризм и пацифизм значит вот как вы общаетесь мы следили за вами с самого выхода из гипер коридора но способ общения установить не смогли они опасно летать в этих металлических ящиках похоже мы многому могли бы друг у друга научиться и если вы согласны милости просим оставаться но если вы решите загробастать себе наш дом учтите мы не беззащитным так приветствуем друзья осведомленность на 100 ну давай как спириту алисты вступление в войну подданного государства с тунцкий священной ассамблеи бенгер так войну вода а а это наш бастион так тунцкий это чё у нас вот это что ли а вон ничего не почти уничтожили нифига так угасший империя это что вообще такое короче вот этих дураков надо уничтожить до 40 тысяч ничего себе лотик межпланетный мост судя по всему непосвященные жители планеты дача каким-то образом освоили теорию гипер пространственных коридоров лучше чем мы все их планеты связаны друг с другом сетью искусственных гипер коридоров они используются для транспортировки таких ресурсов как пища и строительные материалы посредством исключительно планетарных поездов мы не представляем себе как они этого добились дополнительные затраты на изучение этих планет уже одобрены скоро сюда отправятся новые ученые однако судя по активности их планетарных станций срежения чужаков здесь изучаем не только мы так они куда-то поплыли и поплыли чё восстал против воды так 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 трупа мастеров а вот их маршрут наверно указан так точно щитов так давай где наш флот вот здесь отправимся значит уничтожать их давай сюда пока как разлом прочитаем коридоры со всех сторон простираются переходя друг в друга бесконечные помещения невозможно сказать где они начинаются и где заканчиваются вместо пола под ногами печатные платы покрытые стеклообразным веществом по разбегающимся по все стороны дорожкам бурно несется энергия и и потоки видны невооруженным глазом один коридор сменяет другой вытягиваясь в бескрайнюю однообразную цепь мы словно стоим на месте разумно будет пойти другим путем пробить пол разобрать стены давай ка сложное будем делать так это чё у нас редкие кристаллы ты говоришь да мы их купим ты еще надо какой-то указ снять у меня там был в правительстве сейчас какой-нибудь снимем кстати это у нас что фонд указов если содержание превышает размер фонда будет использоваться обычное единство так давай ка указы что-то у нас было с кристаллами там да вот сенсоры отключим и кристаллы уронки энергетического оружия это пускай будет что они воюют нет они пока туда перемещаются они гиперретранслятора вот оно что и где они появятся ладно пускай наши пока летят так строители нам нужны срочно быстренько все настраивать тут форпост 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 и и Субтитры создавал DimaTorzok Так, что у них там? 29-45 тысяч, их наверно уничтожат Так, а это что? Где-то у нас тут ученые есть наши ближайшие проекты Так, энергокредиты Исследовательские крылья научного комплекса Первый модуль из четырех исследовательских крыльев завершен А исследователи и персонал уже перебираются в жилые помещения Следующим завершающим этапом строительства станет увеличение размеров крыльев Подразумевающее добавление четырех секций с лабораториями Оснащенными для проведения нами наиболее опасных исследований Для обеспечения безопасности персонала принимаются масштабные меры безопасности Так, где это у нас Улучшаем Вот этих надо шлепнуть, да? Странные проявления Странные события Произошли с флотилией Рябуч-5 и Ной После прохода через тоннель Покрова Командующий начал стремительно меняться Хотя личности воспоминания остались нетронутыми Внешний вид кардинально изменился Теперь командир стал своим обликом И строение внутренних органов напоминает представителя совершенно иной расы Ну что поделать, пускай Куда он у нас идет изучать Вот это вот Обломки какие-то Надо весь флот нас ждать Вот этих хлопнуть Так, они куда идут? Вот сюда Субтитры сделал DimaTorzok Так, все осуждать хотят Мы против Так, раскопки Лунная база Где это у нас появилось? О! Так, разлом Невероятное стекло Первоначальные попытки пробить пол оказались безуспешными Состав ее поверхности Состав ее поверхности сильно отличается от состава других известных нам прозрачных веществ Удары не оставляют ни вмятин, ни даже поверхностных дефектов С помощью плазменной дрели нам со значительными усилиями удалось пробудить небольшое отверстие в одной из дорожек Оказалось, что по электрическим цепям течет высококонцентрированная смесь на основе плотной звездной ткани Впрочем, несмотря на всю любопытность этого открытия Нам так и не удалось проделать проход через пол Придется вернуться к более традиционным методам изучения Так, где мы там воюем? Точнее, хотим повоевать Так, ну потом за ними пойдем Тут все уничтожить можно Тут все уничтожить Куда они Вот сюда идут Значит, нам сюда надо Какой орден, ну мы не мешайте 40 тысяч Давай, наши подходят Что? Куда это вы намылились? Так, обитатели планеты, цветущие поля Предпочитают выражать свои мысли и идеи с помощью грубоватых Понятно Так, пассивное наблюдение Ну мы, конечно, пассивное будем выбирать О! Уничтожили дурачков Так, тут какие-то рой, станция Тут какие-то дураки есть Давай-ка сюда И тут кто-то есть Станции какие-то Да пошел ты в жопу Так, столица у них вот тут, я так понял Давай-ка сюда Победа началась. Поиски инопланетных образцов. Конечно, мы будем собирать образцы. Так, это что у нас, прибыл? Так, проекты. Так, я так понял, мы победили или нет? И вообще, надо бы строить джиггернаут. А он у нас есть вообще разработанный? Ну-ка. Так, верфь. Колосс. А, нет, это колосс. А нам джиггернаут надо. Хотя колосс тоже надо. Так, физика. Троичное исчисление. Это кто? Мне кажется, их надо изничтожить как-то. Встал против вода. Они что там, бомбят их? Да, бомбят. Не кладите трубку. Какая-то раскопка новая. Так, иди сюда копать. Так, тут что? Коридоры. Терминал. Однообразные коридоры наконец-то сменились большим залом, обставленным многочисленными экранами. Как выяснилось, они управляются с центрального терминала. На одном из экранов отображается карта прилегающих коридоров. Оказалось, что наша попытка пробить пол не только попала на видеозапись, но и вызвала тревогу. Да, ну и тупые. Если мы разберемся с управлением, понять, что собой представляет это место, получится гораздо лучше. Впрочем, неизвестно, какие меры безопасности могут быть встроены в код. Взломать терминал. Давай взламывать будем. Драконий клад. Дракония могила. Так, глубоко в Корее находятся разрозненные кабнелые останки существа, бывшего, похоже, близким родственникам эфирного дракона системы Бин-Дур. За тысячелетия минувшие после гибели этого существа, его мягкие ткани окостенели, а отвердевшие кости стали по структуре похожими на минералы. Изучить? Конечно, изучить. Искусственная дракония чешуя, это нам надо. Так, а этот что делает? А, этот и летит. Отлично. Так, звездные действия, что у нас есть? А пока нам ничего не надо. Нитей не так много. Так, строителя, надо чем-то их занять. О, вот это я понимаю, застройка пошла. Так, ну а это мы автоматическое строительство, наверное. Система не сильно крутая, давай автоматическое строительство. Так, этот что отдыхает? Так, ну а это мы тогда сюда и сюда пока что. Нет приказов сюда пока что и потом. Потом, короче, посмотрим. Так, что у нас? Меня интересует джиггернаут. У нас вообще он есть где-то, нет? А, куча обломков. Господи, это я. Это я помню. Здорово. Давайтеじゃ. А, куча обломков. А. как у них появились вообще вот эти вот то это такие откуда не вылезли ассамблея пойман тассаргоид тассаргоид это смертоносный хищник живущий в густых джунглях планеты york шур шу грим он охотится по ночам реализуя жертву электричеством а затем высасывая у них мозг своей трубчатой пастью к несчастью три члена экипажа корабля ребучиной погибли во время охоты на это опасное животное музей экзобиологии на планете реп перемен переименует одно из своих подразделений в честь этих отважных офицеров отлично спад торговли между измерениями ну и ничего страшного так это чё внимание ребята если вам требуются услуги тех кто будет вести ваши войны вместо вас вам следует знать что теперь вы можете нанять флотилии наемников расы кедеши да вы не ослышались если можете себе это позволить то лучшие наемники в галактике готовы за вас сражаться так а как нанять их притязание рынок планеты сектора как нанять я не знаю а что этих спросить мы хотели бы так лидера сайнерский может это не те что вот эти о мы хотели бы нанять наемников ну к наемники кедеши лучшие во всей галактике пусть их буйная натура вас не обманывает тогда они вступают бой их дисциплины не имеет равных представления о честь у них таковые что кедеши готовы сражаться даже друг с другом если вы того пожелаете в настоящий момент можно нанять следующие флотилии первое крыло бури 2 крейсера 4 фрегата 8 рейдеров 4 крейсера 6 фрегатов 12 рейдеров и за 9000 вот эту здравую нанять то большую приличную прям ну-ка давай-ка до свидания так и диана отеля это так ну минералов дать вам и сидите спокойно так а где флотилия титаны корыто армада 19000 лидер со слизнем так куда его отправят с чем повоевать давай вот правим вот сюда космическое преобразование космическая буря оставила после себя не только опустошение на планете колония 2 она создала совершенно новое географическое явление чё там давай проверим колония 2 ты говоришь последствия сильные разъедающие ветры скорость сборки роботов минус 50 минералами раз 20 пылинки плюс 0 4 4 на 3 года на это не страшно минералов у нас нет так свойства системный столичный комплекс так пищи тут производится райский купол есть так ну и что нам надо построить что-нибудь нет биореактор то что у нас фирмы биореактор построим так на столице потихоньку это все есть истекает виды деятельности три штуки осталось будет безработица сибом переселять куда нибудь так на первой колонии тут деятельности 10 штук прилично а вот не знаю построить энергетических районов тут на будущее так здесь колония 3 пускай хотя бы пятый уровень будет роста так и что построить деятельность у них есть жилье есть все нормально сельских районов построить на будущее можно пища в будущем будет так где у нас еще здесь все улучшаем так деятельность тоже есть прям отлично у них все с этим она пока ничего не буду строить по тоже деятельность есть улучшаем все строения так товарищ отдыхает так орден но мы не интересует энергокредиты изучаем так высокое стремление возьмем так куча этих обломков где-то у нас тут был корабль который обломки изучает а вот этот а вот этот Присоединилась к чему? К сообществу? Да вы дурочки какие-то. Мы посмотрим, кто это вообще такие. Контакты. Так, этих мы знаем. Жестянечков знаем. Бездна это дурочки. Поборники чистоты. Должны быть по идее. Разобщенная раса какая-то. Вода. Это наши красавчики. Жидкие металлы, экстерминаторы. Так, налетчики это мы знаем. Караван, сарай, ксура. Поглощающий рой. О, проповедующие изуверы. Притязание, идеология. Кураторы, покров. Наблюдатели. Поборники чистоты. Всех их ломать надо. Цветы и стражи. Так, что у них там? Астрометеорологи, дух крестоносцев, мемориалисты. Спиритуалисты. Спиритуалисты. Так, события. Что за события? Ученый. Что у нас по лидерам? 89. В принципе, можно взять, если он офигенный. Хотя он сейчас не нужен, по сути. Да какой-то такой слабый. Не, он сейчас не нужен. Для советника у него нет ничего. Спиритуализм. Стоящий перед нами мужчина исхудал так, словно его морили голодом. Его ветхость проявляется во всем в когда-то элегантной, но теперь полинявшей одежде, в сухой, словно пергамент кожи и в негромком негромче шепота голосе. Меня зовут Насус Демитор. Я собираю пыль и мифы. Спасибо, что согласились принять меня. Пыль и мифы. Он улыбается, кожа на лице растягивается от движения мышц. Эта галактика очень стара. Сотни тысяч могучих цивилизаций обратились в пыль еще задолго до того, как возникла наша. Пыль. Все, что от них осталось. И еще мифы. Наше главное наследие. Я хочу раскрыть погребенную истину, чтобы сохранить прошлое. Чтобы из него можно было почерпнуть знания. Почему вы обратились к нам? Уверяю вас, я не ищу выгоды только для себя. Прах веков вскрывает под собой бесчисленные богатства. Я готов поделиться с вами. Что в обычной охоте на раскопках? Артефакты, знания, роскошь и многое другое. Все ныне существующее это отголосок далекого прошлого. Удивительно, не правда ли? В борьбе с забвением мы забываем просто остановиться и послушать. Ладно, нанимаем. Как сумели подняться в космос? Народный избранник. Так, лихорадка, тяга, скитание. Пускай будет интуиция. Специальный ИИ, теоретик планов. Пускай землекоп. Землекоп пускай. Так, покров сохранились. Так, повышение влияния. У нас его и так много. Псионический аватар. Давай аватар вызовем. Под нашим контролем псионический аватар. После перемещения в нашу вселенную новорожденный аватар обрел форму гигантского воина на поверхности планеты Реп. Это что здесь где-то? Аватар. Так, генерала хоть назначим. Ждет назначения. Где все во флотах? Что у нас по лидерам там? Пять из девяти. Можно нанять нового какого-то. Так, беспощадность. Давай вот этого возьмем молодого. Выносливость. Так, попробуем погрузить их. Может пригодится. Так, нам еще что-то отбирал туда нужен. Космическая буря оставила после себя не только опустошенное опустошение на планете рубрикатор реликтовый она создала совершенно новое географическое явление. Понятно. Так, что они там создали? Содержание металлургов в принципе нормально. так. Так, что они там Так. Формула. Археолог успешно декомпилировал код. Язык, на котором он написан, достаточно сложен. Однако алгоритмы отличаются изящностью и простотой. Все окружающее пространство оказалось сгенерировано процедурным методом. Мы пока не до конца понимаем, по каким шаблонам оно спроектировано. Но уже сейчас ясно, что генерация подчиняется строгой системе правил. Образцы строительных материалов, способных к самовоспроизведению, наша экспедиция заберет с собой для последующих экспериментов. Теоретически, они способны создать новую сеть коридоров, если разместить их где-нибудь и задать правильные инструкции. Злом полностью исследован. Вот так вот. Пойман Оринти. Небольшое, похожее на грызунов существа, именуемое Оринти, водится на планете Колония-3 во многих климатических областях. Они размножаются с необычайной скоростью и питают особое пристрастие к электрическим проводам. Раздобыть образец не было проблемой, и мы почти сразу их нашли. К сожалению, еще несколько Оринти пробрались на корабль Рябуч-5 иной, без спросу в орбитальных шлюпках, для чего они понадобились музею экзобиологии «Загадка». Так, ты говоришь, отдыхаешь, да? Давай строительство делаем. Так, когда мы с ними справимся, с этими господами? Так, входящее сообщение. Наши воины заскучали и доставляют много проблем, много дерутся друг с другом, много мертвых, но у нас есть решение. Мы посылаем самых безумных наших воинов сражаться за два маков в обмен на кредиты. А, понятно. Это то же самое, только теперь вот эти нам разрешают нанимать их. Давай наймем. Тоже вот эту мощную. Так, а куда ее поставить? Давай вот сюда. Многообещающий офицер Ли Матара, капитан корабля Рой, станция, отличился во время недавнего сражения. Так, хорошо. Отлично, молодец. Метрофортуны какие-то. Так, можешь послать куда-то повоевать их. Где у них столица вообще? Так, что, какие действия? Давай ускорение поставим. Тут точность щитов, наверное. Давай вот это трагичное исчисление пускай получит. Указ «Звездное переплетение» потерял силу. Поскольку больше не удовлетворяет требуемым условиям. А, звездные нити кончились. Эд, зараза. Ладно. Где у них столица? Так, сейчас. Так, ну это Ктун. Так, вот они, их тут бомбардировка происходит. А если им помочь? Так. Так, звездные нити снова есть. Так, энергокредиты и раскопки. Не кладите трубку. Непонятно, но очень интересно. Несмотря на долгий путь по межзвездным просторам, орбитальный комплекс почти не пострадал. Жилые и коммерческие помещения находятся почти в идеальном состоянии. От предыдущих обитателей не осталось и следа, даже пылинки, словно здесь никого никогда не было. В центральном пункте управления мы обнаружили загадочную систему ввода шкалы. Шкалы не подписаны, рычаги переключены как попало. Десятки кнопок переливаются всеми цветами радуги со случайными, как нам показалось, интервалами. К счастью, через какое-то время мы нашли руководство. Как только мы его переведем, не останется сомнений, что работу комплекса можно восстановить. Так, что у нас 301 год. Интересно, что у нас построился там наш исполнитель желаний и декаденства. Сплавы в большом количестве. Ну и ничего страшного. Колосс строится. Так, поиски образцов. Особые проекты. Пойманы удлораны. Экипажу корабля Рябуч-5 иной удалось поймать нескольких удлоранов с ледяной планеты Хорсли. Эти покрытые белой шерстью всеядные существа способны сворачиваться в клубок и стремительно катиться по снежным равнинам. Мы засекли одну особь, развившую скорость свыше 80 км в час. Это помогает их обнаруживать, поскольку за несущимися прочь удлоранами высоко вздымаются снежные столбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Еще когда не сдаваться будут. Спейсборд А.Кулакова Так, неожиданный улов. Наш руководитель Резидентуры, наблюдавший за бездна, с удивлением сообщает об успешном приобретении нового актива в лице сочувствующего. Понятно. Давай-ка вообще в дипломатию. Где там контакты, шпионаж. Так, бездна, шпионаж. Актив есть, экономика. Агентурная сеть. Но сработает. Так, ну что будем делать? Диверсия. Диверсия. Саботаж. В отсеке базы. Так, ну пускай делает. Наши оперативники соберут информацию о бездне и по завершении предоставят отчет. Давай запускаем. Кто у нас еще там есть? Тут тоже актив есть. Агентурная сеть. Так, вода. Тоже запускаем. Так, кристаллы надо, чтобы где-то были у нас. Производились. Так, раскопки. Ручное управление. К сожалению, мы несколько поторопились с оптимистичными оценками. Руководство оказалось таким же непонятным, как и сама система управления. Половина страниц просто отсутствует, а графические инструкции явно рассчитаны на тех, кто хорошо знаком с этой знаковой системой. Сохранившаяся половина целиком написана малопонятными иероглифами. На последней странице приведена некая частота связи, подписанная как служба поддержки, в переводе на наш язык. Сейчас мы попробуем ее вызвать. Интересно. Научный комплекс завершен. Сегодня состоится торжественное открытие нашего научного комплекса. Благодаря самому современному научно-исследовательскому оборудованию и инновационным технологиям у нас не будет проблем с привлечением лучших умов со всех концов государства или даже Вселенной. Стоит нам только этого пожелать. Этот подвиг воистину знаменует начало новой эры просвещения. Это великий день в истории нашей расы. Так, содержание 75, то есть он завершен. Отлично. И теперь мы можем, наверное, выбрать бонусы за застремление. Где это? Галактические чудеса нам надо. О! Так, а что нас еще интересует? Мастера-строители, аркологический проект, Экуминополис. Что-то не знаю, что брать пока. Управление галактической погодой. А что я хотел брать, я не помню. Чудеса и... Колосс у нас вот есть. Ладно, пускай пока будет. Пока не знаю, что брать. Сбор информации. Наши оперативники завершили операцию по сбору информации и отправили досье с подробным описанием найденного. КОНЕЦ Кристаллическая сфера На орбите планеты Реп обнаружился странный объект. Эта кристаллическая сфера, похожая на наши собственные разломные сферы, прилетела внезапно и по неизвестной траектории. Неопознанный объект находится так близко к планете Реп, что может представлять серьезную опасность для нашего народа. Но с другой стороны он может дать нам ценные сведения о природе межпространственных перемещений. Давай изучать будем. Так Ну пускай наблюдательность. Так, раскопки новые появились. Раскопки вообще какие-то бесконечные. А ли это эти копают? Топограф Сканируйте планеты на свои территории на предмет новых залежей ресурсов. Пойман сниран Так, а что активировать? Артефакты нам не надо. Дай вот это счастье, стабильность. Снирана это крупные норные существа, обитающие среди песков в обширных эквадриальных пустынях планеты Грин. Стоит этим хищникам уловить движение песка над головой, как они тут же выпускают длинные шипы на спине в надежде наколоть что-то съедобное. Сперва нам никак не удавалось отыскать подходящий образец, но затем мы разослали сотню дронов по всей пустыне и в итоге поймали необычно крупного снирана. У него на спине красуется свыше сотни шипов. Так, сфера Дайсона. Наверное, нам в первую очередь надо. Так, не кладите трубку. Ваш звонок очень важен для нас. Перейдя на указанную частоту, мы связались с компьютером технической поддержки в коммерческой организации SkyGarden. Проявив формальное дружелюбие, ей на той стороне провода поблагодарил нас за обращение и поинтересовался, чем может помочь. На выбор нам предложили, помимо прочего, следующие варианты. Ответы на вопросы о подписке, информация о новой линейке умных защиты устройств и подробности о корпоративных программах социальной ответственности. Дальше, впрочем, стало хуже. Робот начал предлагать нам услуги, не имеющие никакого отношения к предыдущим темам. Несколько раз наши инженеры были вынуждены ждать ответа, а затем вновь выходить на связь, поскольку ИИ сбрасывало звонок. Очевидно, робот сохранился не так же хорошо, как станция. Тем не менее, мы пока не собираемся сдаваться. Из этого лабиринта наверняка есть выход. Да уж. Так, давай, давай копай тоже. Так, это у нас на рубрикаторе сидит. Пускай промышленник будет. Так, по указам там, кстати говоря. Какие-то звездные у нас указы интересные были. О, ручность щитов. Так, а что производство? Так, ну ресурсы есть. В принципе, давай вот это возьмем. Вот так. Производство понизилось, зато артефактов больше. Прыжковый двигатель. Благословенное вооружение. Конклав телепатов совершил прорыв в использовании силы, что дарует нам исполнитель желаний. Ранее лишь псионники могли в полной мере проникнуться договором. Теперь же мы нашли способ направить поток силы сквозь целые космические корабли в доселе невиданных масштабах. Если мы пожелаем, исполнитель желаний может направить наши корабли сквозь расстояние, ранее казавшееся невозможным. Метка исполнителя. Не кладите трубку десятки вариантов. Наши инженеры нашли закономерность. Безотносительно всего сказанного роботу тот, перебрав несколько вариантов, всегда возвращался к предыдущей формулировке. Мы попытались составить несколько моделей, симулирующих структуру выбора, однако итог всегда был один. Рекурсивные ошибки не позволяют найти решение и одновременно проверить его. Даже квантовая модель оказалась тут бесполезной. Скорее всего в процессе мы несколько раз случайно вызвали коллапс волновой функции. Непонятно, что делать дальше. Так, бездумно нажимать все кнопки. Скажите, что он хуеплет и долбоеб. Ну, наверное, такое под звездочками написано. Так. Ну что? Давай. Кстати, насчет сферы Дайсона. Континентальный, рактический. Так, дозорный комплекс. Ассамблея, мегаверфь, интересная штука. Катапульта, ретранслятор, кольцо. А где у нас сфера Дайса, значит, немного понятия. Для ночи не изучилась у нас. Вроде изучилась, не? Вообще, я хочу мегаверфь построить. Так, малая, крупная. Так, это все понятно. Давай, строй мегаверфь. Так, министр обороны ждет назначения. Давай вот эту. Так, сенат. Что они там хотят? О, это да, это надо. Нифига, какой-то осьминог. Что у нас? Суперкоры там командует. Разведка, наблюдательность. Давай, артиллерист. О, джиггернаут. Строим следующее. Так, следование регламенту. Наконец-то успех. Ух ты. Надо было обматерить этот компьютер. И все заработало. Неслыханно. И отчитал нас за непристойную лексику. И попросил подождать, пока с нами свяжется представитель службы поддержки. Через некоторое время нам ответил оператор. Связавшаяся с нами сущность представилась регистратором корпорации SkyGarden. По ее словам, служба технической поддержки разумная программа, унаследованная от предыдущего регистратора. Насколько ей известно, до нашего звонка коммутатор простаивал без дела десятилетиями, еще с того дня, как SkyGarden обанкротился. Мы спросили, зачем работать на обанкротившуюся компанию и получили ответ, что к этому ее обязывает контракт. Узнав о причинах нашего звонка, регистратор нашла в архиве старое руководство по работе с системами орбитального поселения. Вскоре мы получим цифровые копии страниц. Классно. Так, у нас там война когда-нибудь закончится, нет? А эти что посели? Да это слабые все. Так, это другие раскопки у нас идут. Город призраков. Наша экспедиция на поверхность доложила об удивительных открытиях. На планете много крупных городов. Все они покинуты, но находятся в довольно хорошем состоянии, если учесть их возраст, инфраструктура и планирование. Каждого города удивительно упорядочены и гармоничны, что указывает на крайне сплоченную цивилизацию, движимую едиными для всех коллективными идеалами, а возможно даже чем-то вроде гештальт сознания. Судя по архитектуре и внутренней арматуре, все это построила раса маленьких грибовидных с довольно низким уровнем технического прогресса, куда именно они делись, остается неизвестным. Поиски инопланетных образцов Зулкоры Это существа, напоминающие насекомых, но с двумя существенными отличиями. Во-первых, для ройных существ они обладают очень большими размерами, и во-вторых, они питаются камнями и минералами, обнаруженными на поверхности. Одна из шлюпок с корабля Ребуч-5 иной оказалась сильно повреждена, случайно пролетев сквозь такой рой. Несколько Зулкоров едва не прогрызли корпус насквозь. В музее экзобиологии на планете Реп уже начали строительство особого закона, куда можно поместить этих удивительных созданий. Моментальная утрата Изучив руководство, мы без труда запустили все системы поселения. Как только шум от заработавших механизмов немного утих, мы решили вновь связаться с регистратором, чтобы поблагодарить ее. Регистратор сказала, что смогла кое-что узнать о приведенной нами в действие станции. Оказалось, мы стали владельцами прототипа, построенного корпорацией SkyGarden около 500 лет назад. К сожалению, он бесследно исчез на просторах космоса после особенно мощной космической бури. Потеря этой собственности вместе с огромными затратами на ее строительство перевели к тому, что корпорация обанкротилась. По словам регистратора, она впервые за много лет сделала что-то полезное, помогла нам. И вообще приятно было снова услышать голос прапрабабушки, хоть это всего лишь робот, сказала она. А чё? Так, завершены и что? А, орбитальное поселение, вот оно что. Получается, тут чё, у нас можно садить что-то, да? Минералы, строительство. Ну и колонизируем. Ё-моё, да что же? Это кто такие? Вежливая просьба. Наши... Подожди. Блядь, да что оно так, сука, устроено, хуёво? Вежливая просьба. Наше освоение технологий гиперкоридоров, доступ, который нам открыли в рамках нашего сотрудничества с Хабинское государством, идёт удручающе низкими темпами. Похоже, чтобы достичь их мастерства в навигации местного гиперкоридорного кластера, нам придётся потратить тысячи лет на каталогизацию гипервозмущений. Мы получили сообщение от представителя наших новых коллег. Признаёмся, ваше присутствие в нашем пространстве доставляет нам неудобства. Теперь, когда вы узнали то, зачем пришли, мы просим вас удалиться, ваш образ жизни не совместим с нашим. И мы боимся, что в будущем вы пожелаете забрать у нас наше богатство. Поэтому, чтобы избежать обид, мы готовы подарить вам одну из наших планет. Не волнуйтесь, транспортировку мы обеспечим. Напасть... Нет, пускай они сидят там себе. Спад торговли между измерениями. Пускай... Завершение контракта с наёмниками. Продлеваем. Так, где у нас планета она появилась? Идеальный мир причём. Давай колонизируем. Так, раса представителей это наша. Так, а какой выбрать то? Псионик. Континентальный. Какой выбрать то? Я чуть не вкуриваю. В чём тут разница у нас? Бесплодие, отвратительные. Музыка. Псионик. Псионик. Третье. Псионик. Так. Псионик. чет не вкуриваю какая разница вот куча всего как их различать вообще она вот это выбираем а это тут что делает а мегавер встроит офигеть ну покров посмотрим что они там нам дают так принципы стоимости давай стоимость ничего не получилось не ладно хрен с ним это кто вода куда они летят поиск образцов на и на последнее не знаю пойман тарблак после продолжительных поисков с помощью батискафов по всему побережью планеты бинам команде корабля ребуч 5 иной наконец удалось обнаружить цели живого тарблака это переплетающееся существо которое защищается от хищников с помощью слабого пси сигнала вызывающего чувство ужаса было доставлено на борт научного корабля в особом аквариуме имитирующим природные условия членам экипажа которые непосредственно контактировали с тарблаком теперь понадобится психотерапевт но задание выполнено успешно что там когда завершится то это блин эти бесконечные обломки так образцы 671 остался червь ожидающий сигналы исполнитель желаний или скопления кристаллическая сфера а похоже это устройство медленно настраивается мы уверены что со временем она выполнит задачу ради которой создавалась похоже это устройство можно стимулировать звездными нитями так а чё у нас есть 10 нитей до есть звездный метод давай быстрее будет знание от наблюдения собрать озарение мы активно собираем знания о непосвященных в непосвященные мирах не пускай тут средний стоит а знак локуса это что подход не окажет эффекта по воле покрова пространство вокруг вас примет новые формы ступайте осторожно но смело с мыслью о чудесах что могут ждать вас до пути и раскопки есть так копает только один давай к автоматические раскопки ему поставим куда он пойдет ё-моё так энергокредиты берем раскопки есть кто-нибудь дома предание старины глубокой дальнейшее изучение пропавшей цивилизации на планете биндур один породило больше вопросов чем ответов этим простым крепким конструкциям тысячи лет и все они похоже были построены примерно в одно время вероятно в течение одного столетия любые дополнения или обновления касающиеся городской структуры похоже также были всепланетными и выполнялись через большие непрогнозируемые промежутки времени странный характер развития этого общества похоже не допускает заметных изменений численности населения достаточной достаточной в Так, что-то энергокредитов мало у нас. Так, стабильность возьмем. Так, стабильность возьмем. Робот-мусорщик. Так, скорострельность. Так, стабильность. Автоматическое строительство и стоит на месте. Так, стабильность. 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 Так, назначить чиновника. Начать построечки какие-то делать. Так, что у нас по лидерам? Можно, да? Так, кого мы сюда можем назначить? Не, она у нас не подходит. Может быть, вот это вот. но она в совете сидит. Так. Идеальный мир. Что она и на корабле и в совете одновременно, нет? Ну-ка. А, да, исчезла отсюда. Давай расформируем тогда его. Хотя нет. Посадим сюда этого гуся. Нового. Так. Так, расчистка, значит. Но тут, в принципе, все надо расчищать. Но для начала надо жилье. Это по-любому. Три штуки. Так, потом генные клиники. Потом уже расчистку, наверное, начнем. О, строительство мегаверфи. Мир в ожидании. Похоже, это не первое ребятские поселения на планете. Ряд объектов и районов были аккуратно законсервированы. И после небольшого восстановления хорошо послужат нашей колонии. Правда, все записи удалены. Возможно, здесь было пристанище контрабандистов или убежище для политических изгнальников. Так, расчистить квадрат. Слишком снести? Нет. Ну, пускай. Пускай будет. Так, мегаверфь построили. Так, раскопки. Смерть и возрождение. Так, армоникане обнаружат псионические способности. Пускай. Все псионики вокруг стали. Недавнее открытие пролило свет, да ё-моё. На вопрос, куда исчезли строители городов с планеты Бин-Дур-1. Очевидно, у этой грибовидной расы есть коллективный цикл массовой смерти и возрождения. Они массово рождаются почти одновременно по всей планете и затем растут как часть коллективного разума, где все связаны друг с другом. За сотни лет своего жизненного цикла они распространяются по планете и заново занимают города, построенные и покинутые предыдущими отмерзшими поколениями. Когда приближается время следующего цикла смерти и возрождения, они следуют общему для их расы биологическому зову. Посредством бесполого размножения они производят на свет стручок, зарываемый в землю. Родитель умирает, а его тело разлагается и удобряет землю вокруг стручка. После долгого периода спячки, стручки раскрываются, выпуская новое поколение и цикл повторяется. Классно! Поймано стадо Гуланта Гуланта Это крупные плоские травоядные с внутренними газовыми пузырями, которые позволяют им парить в нескольких сантиметрах над землей. Они живут с татами в несколько десятков особей и съедают весь мох или шайники, которые удается найти на продуваемых всеми ветрами равнинах планеты Илос-3. На Гуланта безжалостно охотятся мясные хищники. Так что, по оценкам биологов корабля Ребуч-5 иной, таких стад осталось всего несколько сотен. Одно стадо из девяти особей нам удалось забрать на корабль. Реб ждет их с нетерпением. Образцы собраны Все образцы животных, запрошенных музеем экзобиологии, собраны. Музей разросся в огромный комплекс с генераторами искусственной гравитации и атмосферными процессорами, необходимыми для воссоздания условий жизни на самых разных планетах. Посетители съезжаются отовсюду, чтобы полюбоваться его удивительной экспозицией. Отлично. Так, счастье. Шарт. Роза затруднен. О, деятельности уже нет. Ситуация лога Где он? А, вот он. Так, куда? А туда уже идет у нас мужик. Ладно, пусть идет этот. Пусть археолог наш идет. Это единственное место раскопок, наверное. Так, дача у нас добыча осталась, а эти остались без наблюдения. Так, рождение галактического рынка. Фактически галактическая торговля не зависит от качества международной дипломатии. Существует с тех пор, когда мы впервые обнаружили, что не одиноки во Вселенной. По мере того, как в галактике открываются новые границы и перекраиваются старые галактические лидеры приходят к соглашению, что пора узаконить эту коммерческую площадку, чтобы все могли извлечь выгоду. В ближайшие годы независимые торговцы и правительственные учреждения будут стремиться создать квазицентрализованный узел для галактической торговли. Мы, безусловно, выиграем, если этот узел окажется в ребятской пространстве. Поэтому мы можем предложить один из наших миров для этой цели. Так, а какой мир? Так, колония 2. Решение. Чок, антинентальный, нормальный. Тропический. В идеальный мы не можем превратить. Так, может, бонус взять в идеальные миры? Я не знаю, что лучше идеальный или Каменополис. Так, где там? Превращает планету в Каменополис, повышая значение таких параметров, как жилье, производство ресурсов, рост поселений, открывая особые аркологические районы, но при этом природные ресурсы планеты становятся недоступными, что мешает любому дальнейшему строительству энергетических, горнодобывающих и сельскохозяйственных районов. Давай возьмем, не знаю, надо нам идеальный или нет. Так, и колония 1 у нас еще есть. Так, Айд Каменополис это здесь. Так, Айд Каменополис это здесь. Так, сбор роботов, предметы роскоши, тюремное поселение, сакральный мир, курортный мир. Так, а что у нас с деятельностью тут один только? Надо что-то построить. Так, на кристаллы вот эти вот. Так, где у нас? Давай две штуки поставим. Так, какой же предложить для галактического рынка нам? И где Каменополис вообще? А, вот аркологический проект. Должны быть городские или промышленные районы. Количество неочищенных квадратов меньше одного. Айд Каменополис Айд Каменополис Айд Каменополис Айд Каполис Айд К Sens Айд К 1920 Айд К Chin не знаю пока спешить не буду с этим с эквенополисом вот например колония 1 галактический рынок сделать так данной планете в зависимости от местных условиях чем выше рейтинг тем больше вероятность того что в будущем галактический рынок развернется именно на этой планете давай тыкнем не знаю короче площадка мегаверфи улучшаем раскопки завершились возвысится над всем теоретическое исследование культуры расы грибовидных с точки зрения психологии и социологии дало безрадостную разгадку тайны их исчезновения какой-то момент вся раса в целом начала подвергать сомнению свой вечный и вроде бы бессмысленный цикл существования зерно экзистенциального нигилизма проросло во всех жителях кульминации чего стал последний акт неповиновения своему инстинкту выживания однажды посеянное возможно даже одним существом это ядро сомнения с ужасающей скоростью распространилась на весь коллективный разум пока они не приняли единогласное решение что последний урожай стручков нужно не сажать а сжечь поразительно так вот самоубились и у меня вопрос что у меня с со сферой дайсона вообще мира кольца мегаверфи у нас есть катапульта нам не надо странно так надо какую-то темную дыру чтобы можно было там построить уплотнитель так пассионические способности так ранее известная как Ктунский священный ассамблей был уничтожен врагами как это повлияет на политический климат в галактике пока неизвестно какими врагами мы победили в этой войне так погоди а где струить то можно так ну ка здесь так с черной дырой и без обитаемых планет ну то тут нет планет так 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 вот тут можно что ли о ого хорошо эльврата так улучшать базу будем здесь так это у нас кто землекоп ну пускай будет землекоп ладно мир в ожидании тени в стенах наши поселенцы сначала были рады использовать покинутые районы на планете идеальная колония их наличие резко ускорило развитие колонии но теперь они нервничают ходят слухи что в этих объектах возможно по-прежнему есть обитатели или действующие системы безопасности хотя свидетельств ни того ни другого не обнаружено некоторые колонисты загадочно продолжают твердить что в стенах есть тени давай снесем да и все пошли не в жопу мир в ожидании снос сооружений наши инженеры устанавливают заряды и удаляются на безопасное расстояние постройки превращаются в руины со временем они потрескаются и развалится на валуны камешки и песок под неумолимым воздействием ветров корней и дождей правда каркасы будут стоять и веками а мы будем слышать истории о тенях в камне при свете дня и о голубом свечении ночью наши колонисты станут избегать их желающих наведаться туда не будет так всему приходит конец ничего не забыто ничто не забыто ну давай монобаки адмирал ладно это приостановимся